Два матча четвертьфинальной серии между Казанским Зенитом и Уфимским Уралом разделили две недели, за которые казанцы успели дважды обыграть итальянскую Перуджу и пробиться в полуфинал Лиги Чемпионов, в то время как уфимцы спокойно готовились к определяющим матчам сезона. Можно найти, что это оправдание такое, что мы долго не играли, вышли из игрового тонуса, но нет. Нет, если даже у нас были бы игры, небо и земля, вот уровень такой пока. Зато в состав у уральцев вернулись Игорь Филиппов и Родион Мискевич, восстановившиеся от повреждений. Как и Борис Колчин, вновь появившийся на тренерском мостике. В трех последних матчах Владимир Олег наиспользовал исключительно сильнейший стартовый состав. Поэтому в этот вечер отдых был предоставлен Самойленко и Вербову, место которых заняли Лихошерстов и Кротков, составившие стартовую шестерку с Андерсеном Мегапетом, Михайловым, Будько и Вольничем. Зенитовцы начали очень собрано, не дав упасть мячу на свою сторону в самом начале игры, при этом совершая эффектные сейвы и здорово реализуя атаки. А вот Константину Сиденко пришлось взять тайм-аут уже при счете 6-1, который лишь временно помог вернуться хозяевам в игру. Два эйса Вадима Лихошерстова, подачи которого в этот вечер стали серьезным аргументом, плюс уверенная игра на блоке и в атаке. И на табло 25-16. Я не почувствовал этот длительный перерыв игровой, я хорошо чувствовал себя физически, ну и плюс настрой, настрой и командная вот эта энергетика тоже меня зарядила, я помогла хорошо сыграть сегодня. Серьезно отнеслись, я думаю, вы видели, не дали себе ни минуты расслабления, ни секунды. Все ребята молодцы. Второй сет, как и первый, начался с рывка казанцев 6-1 и вновь тайм-аута от Константина Сиденко. И это даже несмотря на двойную замену, в рамках которой вместо Ковалева и Мискевича появились Зубков и Рыбаков. Правда, особой разницы зрители не увидели, в первую очередь за счет очень сильной игры «Зенит». По ощущениям, казанцы подошли к апрельским матчам в отличной игровой и эмоциональной форме. 25-12. На третий сет у казанцев вместо Эрвина Нгапета появился Алексей Спиридонов, который в итоге забил 5 из 5 своих атак. А чуть позже на площадку вышли Алексеев, Олегна и Кононов, которые и завершили начатое чуть более чем за час. В активе Андерсона 12 очков, а самым результативным стал Максим Михайлов с 19 очками. При этом выдавший серию в третьей партии из 7 подач с одним эйсом. А счет 12-4 превратился в итоговый 25-15. 3-0 «Зенит» Казань в полуфинале чемпионата России. Думаю, что по результату комментарии излишни. Мы выполнили задачу, которая была перед нами поставлена. Уфа, насколько я понимаю, тоже свои задачи уже выполнила. И будут бороться сейчас за 5-8 места. Недавно сделали шаг в Лиге чемпионов, сейчас сделали шаг в чемпионате России. Ничего не получилось, поэтому Казань приехала и играла в полном составе, играла в полную силу. Не готовы мы к этой игре. Хорошо, что мы решили вопросы в двух играх с Уралом. Это поможет нам больше времени дает на подготовку и сэкономит силы. Ну и в целом, конечно, да, удовлетворение есть. Это выход в финал Лиги чемпионов, выход в полуфинал из двух игр в чемпионате России. Одержав победу, казанцы сразу же после матча вернулись домой и получили два заслуженных выходных. Зенитовцы пробились в полуфинал. Но с кем сыграют, пока вопрос открыт. Факел выиграл в Белгороде. Именно победитель третьего матча, который состоится в новом Уренгое 17 апреля, даст ответ на вопрос, кто же станет соперником казанского «Зенита». Во втором же полуфинале Кемеровский Кузбасс сразится с Санкт-Петербургским «Зенитом». Первые матчи полуфинальных серий состоятся 21 и 25 апреля. Как мы обещали, подарки от волейбольного клуба «Зенит Казань» в Уфе мы оставляем непосредственно за пару часов до начала матча. Чтобы найти нашу атрибутику, вам необходимо приехать к стадиону «Динамо» и за одним из рекламных стендов найти наш пакет. Алло, Волк, брат, привет. Здоровый, лихой. Ты подписался на ЗЭП-ТВ? Конечно, брат. Красава. И ты обязательно подпишись на ЗЭП-ТВ. Субтитры подогнал «Симон»!